Итоги недели с Николаем Сванидзе Резника Из того, что я слышал Подробности, я думаю, вы нам расскажете Мы дойдем до нужного дня Но мы уже затравили тему По поводу пожара на нашем Просто уже многострадальном Несчастном адмирале Кузнецовика Где выгорел целый энергетический отсек Который ремонтирует Там меняют энергоустановки Старые двигатели газотурбинные Более того, затонул док уже Сам по себе, как авианосец Который стоит единственный в стране Где его можно ремонтировать плавучий Короче, в общем, какой-то кошмар Может, его пристрелите же к чертям Как вы думаете? Ну, я не знаю Я не министр обороны И не главнокомандующий Что делать с авианосцем Не могу сказать Произошла трагедия, прежде всего Да, это правда Погиб человек Один, возможно, двое Вот, в общем, ситуация тяжелая Но если, кстати, говорить Так отстраненно о судьбе авианосца Он действительно многострадальный Невезучий Старый, уже архаичный Как я понимаю У него очень такая Не, как бы Не вполне успешная В том числе и боевая Боевая рабочая судьба Ну, один выход Один выход За все годы Вот сравнительно недавно Что привело тоже к потере двух самолетов К потере двух самолетов И, к сожалению, к такому К насмешливой тональности в мировых СМИ По поводу этого его маршрута океанского Вообще, надо сказать, что Авианосцы — это не наши Так сложилось Вот если говорить о нашей флотской биографии Она у нас богатая, замечательная В том числе и советская, и российская Но авианосцы — это не наши У нас подлодки Да У нас славная, кстати, история боевых кораблей Но не авианосцев Ну, так получается Но не наша И вот это единственный наш Кузнецов Вот такой, в общем Как говорят наши еврейские партнеры Шлемазл Да Да, да В общем, многие теперь смеются Считать, что это, в общем, главная натовская диверсия Ну, да Кузнецов, который просто Половину бюджета ВМФ сжирает на себя Абсолютно Стоит без каид до 22-го года Опять, чтобы опять быть устаревшим И, в общем, как чемодан без ручки Потому что что с ним делать Непонятно Да, но демонстрация флага нужна Нужно говорить, что у нас есть Ну, у нас есть разные возможности Для демонстрации флага Правда, после скандала с российскими спортсменами Эти возможности резко сузились Но все равно остаются У нас есть флаг на глубине в Арктике Вот, на глубине в Арктике Можно нырнуть, посмотреть, да Да Например Ну, в общем, печальная, да, история Печальная по совокупности Она связана и с судьбой самого авианосца Потому что вот я сейчас узнал, что там Пожар за кучей мусора Там возник Что показывает культуру, так сказать Производимых работ Да, и сам авианосец И его судьба И деньги колоссальные Которые на этой гробице И которые могли бы найти себе Более достойное применение В нашей стране И вот человек погиб В общем, все фигуру Ну, и отсутствие внятной доктрины Военно-морской, на самом деле Потому что у нас действительно непонятно Нужны ли нам авианосцы Особенно ближнего радиуса действия Ну, конечно Как Кузнецов, который дизельный То есть его на каждые три дня Надо заправлять полностью Далеко не уйдет Если мы хотим Что-то противопоставить Нашим, так сказать, стратегическим Партнерам-противникам В мировом океане Это уж точно не авианосец Кузнецов Это должен быть Ну, ладно Кстати, рекомендую всем Посмотреть, по-моему, этот фильм BBC У меня был месяц Я сходил с ума по авианосной теме Посмотрел и прочитал все, что есть Про все типы Как создавались Как развивалась вообще мысль авианосцев Которые появились еще Первые прообразы Еще в Первую мировую войну Самое сильное, что я видел Про авианосца Это знаменитый документальный Американский фильм Битва за Медуэй Это фантастическое кино Старое Реальное Это авианосец Медуэй Он до 60-х годов был Нет, нет, нет Не поняли меня Это Атолл Медуэй И авианосец был назван потом Речь в данном случае идет об Атолле Медуэй Это знаменитая такая ключевая битва Второй мировой войны в Тихом океане В войне между Америкой и Японией И это море огня И это нечто, конечно И там принимали участие как раз американские авианосцы Да, но тогда это были чисто плавучие Плавучие аэродромы Плавучие аэродромы, конечно Это заря, так сказать, авианосцев Но они уже Еще для винтовых самолетов Но они уже производили очень-очень Это правда Ну посмотрите, фильм, по-моему, так и называется «Авианосцы» Там поставлено семь как бы интересных технологических проблем Которые решали постепенно с эволюцией авианесущей мысли Это очень интересно Он графически здорово сделан Да, первый это взлет Вторая там посадка Энергетическая установка Потом еще Защита В том числе и палубы были бронированы У многих военностов Второй мировой войны Потом посадка для реактивных самолетов Когда появилась система глиссады контролирующая Короче говоря, в общем, очень интересное Очень-очень интересное Вообще, конечно, для историков Для историков военных И для людей, просто интересующихся этой тематикой Это очень интересная тема Да Ладно, пошли к другим событиям Так просто мысли вслух Я хочу напомнить, друзья Что у нас еще идет и видеотрансляция На канале Серебряного Дождя в Ютубе Заходите И можете нас не только слушать Но и смотреть Так Смотреть меня это огромное наслаждение Да, Николай Очень фотогенический Да, да, да Я знаю Я знаю Улыбайтесь Улыбайтесь А зачем? Так, поехали Если так хорош Зачем еще улыбаться Так, понедельник Николай Николаевич Неизбывайте В смысле Поехали Исполком Всемирного Атиндопингового Агентства ВАДО В понедельник На заседании в Лозане Единогласно приняло Рекомендации Своего комитета По введению санкций Против российского спорта Значит Российское Агентство РусАДО Вновь лишено Статуса соответствия Всемирному Атиндопинговому кодексу Страну лишили права Проводить международные соревнования И подавать заявки На их проведение В течение четырех лет Значит Если подобное право Уже было предоставлено Его следует отозвать За исключением случаев Когда это практически невозможно Когда чемпионат Вот-вот уже будет проходить Да-да Отечественных спортсменов На тот же срок Отстранили от участия В олимпийских игр В чемпионатах мира Допустим Только от лепов Доказавших свою чистоту То есть Это презумпция виновности Под нейтральным флагом И без гимна Значит Год назад Об этих санкциях Президента Путина Предупреждали В открытом письме В том числе Глава Русада Юрий Ганус В Кельме его назвали Паникером Незнакомым с ходом Рабочего процесса Передачей данных В АДА Которая курировала В правительстве Вице-премьер Ольга Голодец Ну и соответственно В общем Типа Сидите Отдохните Расслабьтесь Все и так рассосется Ну совсем не рассосалась Значит В отчете комитета По соответствию Указывается Что в этот период В лаборатории Работала специальная Команда обнуления Целью которой Было сокрытие изменений В базе перед ее Передачами в ВАДА Предполагается Что редактирование Подверглись данные В том числе героев Сочи 2014 Которые сохранили Медали по итогам Судейских разбирательств Значит Отмечается Что на исполкоме Было принято решение Не применять опцию Полного отстранения России Выбор между полным баном И частичным Был сделан в пользу Последнего Для того чтобы Новое поколение Спортсменов Которые никак не связаны С событиями 2012-2015 годов Получило хотя бы Какие-то шансы Выступить То есть это в общем Такой реверанс В нашу сторону Определенный Вот такая вот тема Ну тема не нова Об этом уже говорилось Просто действительно Мы все время ждем Когда нас наконец В известное место Прямо точно посередине Клюнет жареный петух А вы кстати извините Выложено вчера На 70 страницах Для тех у кого Какие-то возникают вопросы 70 в переводе Вот этот вот доклад Этой комиссии Доклад расследований Где все постадительно Вообще ничего Не оставляющее никаких сомнений С деталями О том Когда Где Что Какой был мухлеж Мухлеж был постоянно Смысл мухлежа был в том Чтобы перевести стрелку На сбежавшего Родченкова Ну да Главный смысл мухлежа Чтобы сделать вот все Все фальсификации Как бы делом рук Родченкова Который потом сбежал То есть иначе говоря Эти фальсификации Переводили во времени назад Переводили стрелки Но это было настолько Грубо сделано Что это было немедленно обнаружено Это было многократно Изменения уже значит После Родченкова Изменения были после Родченкова Фальсификации были после Родченкова А их как бы сводили Ко времени Когда правил Родченков И который потом сбежал В Штаты Чтобы все подумали Что вот такая сволочь Значит Он сначала фальсифицировал А потом и в Штаты сбежал Но нет Не так Не так И все это найдено Все это Все пойманы за руку Все это подчеркнуто По датам По всему Это ужасно позорно В этом есть еще одно плохое То есть два Скажем так Две плохих составляющих У этого Помимо одной прямой Что это страшный удар По нашему спорту Не только по олимпийскому И по спорту высших достижений И кстати по чистым спортсменам тоже И по чистым спортсменам разумеется И по детскому и юношескому По всему Потому что Потому что наше государство Которое привыкло извлекать Из спорта Такие морально Политические Идеологические дивиденды Оно немедленно потеряло Уже потеряло интерес Вообще к этому роду деятельности Вообще И финансирование спорта В том числе Естественно Это отражается И на финансировании спорта Это кошмар И это продлится Конечно гораздо выйдет За рамки четырехлетнего Периода Потому что Когда прекращается финансирование То это Оно не на четыре года прекращается Инерция у этого Прекращения И у этого Негатива Она очень велика Хотя на самом деле Нам сделали Дали еще одну лазейку Чтобы срок Может быть сокращен Посмотрим Но здесь есть еще Две составляющих Очень существенных Одна На самом деле Это Почему такие жесткие санкции Это санкции Они бьют по спортсменам Но удар-то нанесен Не из-за спортсменов И не по спортсменам Удар нанесен По нашему государству Государство Наши государственные структуры Обвиняются в фальсификации Потому что В общем Главная позиция Рода Состоит в том Что спортсмены Не только сами спортсмены Но и врачи Не только врачи Но и сборные Виды спорта Не могут Сами достигнуть Вести такие И действовать Таким образом У них просто руки короткие У них нет для этого Соответствующих Мощностей Для того чтобы это делать И это потом прикрывать Значит Это делали Государственные ведомства В общем Они грешат На наши силовые структуры Конечно Но там просто Даже другого и грешить Не получится Потому что очевидно Что подмена Осуществлялась в тот момент Когда лабораторию Аккредитованную Уже контролировали Следственные органы Они этим и занимаются Других вариантов Быть не могут Значит Руководство Фальсификациями Идет Поднимается Высоко Из высоких кабинетов Высоко По вертикали нашей государственной В самые высокие кабинеты В какие не говорится Для того чтобы вообще Не терять контакта с нами Но имеется ввиду Конечно Очень высокие Кстати Говоря еще любопытный момент Что уже известны Имена 150 или 160 спортсменов Чьи данные были Вот в последней редакции Уже подменялись Они уже известны Хотя на самом деле Там все гораздо шире Чем 150 Конечно Неизмеримо На порядок шире Да И это одно Второе Второй негатив Очень плохой Наша реакция Вот уже на это решение Наша реакция Предсказуемая И она неправильная А именно Наших бьют Они виноваты Давайте ответим Уже спикер Светлой Федерации Валентина Ивановна Я считаю Это преступная Валентина Ивановна Матвиенко Это просто нонсенс Но если я вспоминал Как раз У Фетисова Мы вчера обсуждали Это на программе И кстати Главный Вячеслав Александрович Был одним из немногих Кто впрямую Назвал это Чудовищным позором Потому что Его обвиняют В том что Он когда был Министром спорта Брал Родченкова Его тоже пытаюсь Здесь Сделать крайним И обратите внимание Скажем На реакцию Вполне адекватную Реакцию Лисицкена Нашей чемпионки Трехкратный мира По прыжкам в высоту Которая сказала Я не уеду никуда Я не буду Просить Сменить мне гражданство Я буду выступать в России Но я буду выступать Под нейтральным флагом Я буду бороться за себя И меня никто не защищает Говорит она И на это На это ответил Не ей А высказался В своем роде Это классическое высказывание Нашего чиновника Которые так Напакостили Как можно И продолжают это делать Это Назову Позволю себе Назвать его имя И фамилию Это вице-спикер Государственной думы Петр Толстой Который Который Сказал Что не должны Наши спортсмены Выступать под нейтральным флагом А он прыгает в высоту Он бегает на коньках Это его жизнь Это его карьера Это его деньги Это он занимается другим Он совершенно по-другому Делает себе карьеру И зарабатывает Но тем не менее Хочет запретить Людям которые зарабатывают этим Кормить свои семьи Вот это Позиция наших Наших чиновников От и до Кстати по всей вертикали Потому что по этому поводу Высказался и президент К сожалению В том числе В том числе Кстати и на совете По правам человека Призвав Помогать Так сказать Нашим Вот Ну Здесь он может быть Имел ввиду Что просто Каким-то образом Помогать Восстанавливать Доброе имя спорта Нашего Тогда это хорошо А если имелось ввиду Что противостоять Попыткам очернять Вот это плохо Тогда Потому что Это как раз Та позиция Которую к сожалению От нас ждут в мире И которая нам Будет стоить еще дороже Вот ключевой момент Вчера тоже прозвучал С уст Гануса Что все эти значит Крикливые толстые Матвиен Ганус напомним Ганус это Глава Глава Русада Который занимает Очень прагматичную позицию Он подчиняется Международной организации Разумно Поэтому он более Свободен в высказывании Своей точки зрения И раскрытии фактов И говорит что Это все ребята К сожалению правда Да То есть обвинение Не в том что мы употребляем допинг Тогда еще возможно А в том что мы это скрываем А что вскрываем Есть государственная система Сокрытия Да я напомню Что Юрий Ганус Глава Русада На прошлой неделе Был в студии Серебряного дождя В программе У Дмитрия Потапенко Есть видеоверсия Вы можете пересмотреть Переслушать На нашем сайте www.silver.ru И на канале Серебряного дождя В YouTube Обязательно сделайте Очень интересный Был разговор Он 100% аргументирован Теперь аргументирован вдвойне Потому что появилось Он главный список Строния по этой тематике 100% Который занимает К тому же Такую абсолютно Объективную позицию Так вот он сказал Важные вещи Что чем больше А это естественно Транслируется в переводе И в западных СМИ Что чем больше Такие люди как Толстой И Матвиенко В силу своих Абсолютно своекорыстных Глубоко популистских Они не глупые люди Все все прекрасно Ну у кого-то У кого-то как Матвиенко как женщина Может не разбираться В спорте Тогда не надо Выразговаривать Это правда Это правда И речь идет Не про спорт В данном случае И не про допинг Речь идет со всеми От Матвиенко я рассчитывал Что мы Гласно В Государственной Думе И Совете Федерации Расследуем Преступления Совершенные Российскими силовыми Структурами Которые в этот момент Контролировали Вот что Должен сказать Единственное К сожалению Дорогие друзья Я вам скажу С чем связано Это подобного рода заявление Они рассчитаны Не на то Чтобы улучшить Наши позиции В мировом спорте Они рассчитаны На уши Только одного человека И этот человек Сидит Сидит не в Лозане И не в Ленере Да мы знаем Вы с ним виделись Как-то Да а мы знаем Где он сидит Вот для того чтобы Понравиться Этому человеку Для того чтобы Произвести на него Положительные впечатления И делаются такие Валентине Ивановне Ему уже понравилось Еще в пору своей работы В комсомольской организации Ну я на самом деле К Валентине Ивановне Лично я отношусь С уважением Отношусь Преспокойно Поэтому Не самый плохой человек Но он далеко не самый плохой Что я хотел сказать Так вот Правильно сказал Ганн Что чем больше вы Высказываете Подобных истерических Псевдопатриотических заявлений Тем больше будет Негатива В Западе И тем меньше шансов Что бан будет сокращен А такая возможность есть Но если вы не понимаете Если вас поймали уже Это вредительство Сто процентов Это преступление О чем я и говорю Это вредительство Более того Я обращаюсь на самом деле Николай Качев Извините Я просто человек Из спортивной журналистики И сам спортсмен И понимаю В общем о чем идет речь И у меня масса друзей Я бы сказал уже потомственные Ну да Типа того И гражданин страны Я на самом деле Честно говоря Хотел Обратить Ведь эту ситуацию Можно экстраполировать На любую область Нашей жизни Вопрос Только в том Что в конечном счете Арбитрам Когда выступают Внутренние вещи Российский суд Прокуратура Тогда бессмысленно Что-либо делать Они ангажированы А здесь Выступает международная организация Они работают строго По протоколу Вот пожалуйста Все разложено Я хотел бы обратиться К нашим возможно спортсменам Потому что сейчас Профессионалам От них многое зависит Может быть выступить С большим Коллективным Письмом Я не знаю в какой форме Это разные могут быть Формы выбраны С тем Чтобы призвать К ответу Сформулировать То о чем я говорю Призвать к ответу Всех Задействованных Государственных Чиновников Силовых Чиновников Которые занимались Фальсификацией Проп Виктор Вы замечательную вещь говорите Иначе все Но я боюсь Когда идите Вы сами знаете Куда И все Поэтому Вы призываете К героизму Я призываю К коллективному Героизму Это немножко другая история Героизм Это вещь Которую призывать Я бы не стал Что получается Что единственными Пострадавшими Как раз При такой позиции Ответственных Наших чиновников И остаются Чистыми спортсменами И не потому Что против нас Какой-то заговор А потому что У наших чиновников Такая позиция Потому что Стрелки будут Спрятаны в песок В итоге Мы это понимаем Никаких расследований Реально Ну каких-то Не будет Там каких-то Совсем мелких Чиновники не пострадают Людей Никто не пострадает А потеряют Только чистые спортсмены Конечно Спортсмены пострадают Но я еще раз повторяю Что им сейчас Государство Гласно А чаще не гласно Предлагает терпеть Обещая какие-то Пряники взамен Податные терпилы Как и все остальные Населения страны Зла нет на это все Так поехали дальше Я понимаю ваши эмоции Я их разделяю Потому что спорт Это наша общая любовь И привязанность И нас жалко И спортсменам жалко Что еще любопытного Кстати в понедельник Ну собственно прокомментировать Коротко Это выступление Путина На нормандской четверке Долгие переговоры Выглядел президент плохо Когда шел Вот мы это отмечали Уже очень с трудом Приволакивая ногу Вот по двору Елисейского дворца Трудные переговоры Разные там Рассказывают историю Про участников Наших делегаций Сурков там что-то Сверял бумаги Орал там И так далее Ну это не совсем Проверенная информация Тем не менее Непонятно чем все закончилось Вроде как Все довольны Конкретики нет Вроде как все довольны Типа есть Идет диалог Как заявил Селенский по газу Соглашение вроде как Подписывают У меня нет ощущения Что все довольны Я как раз не следил За походкой президента Она у него всегда Такая немножко Развалочку Дай бог здоровья Значит Но У меня такое впечатление Что он раздраженный приехал У меня такое впечатление Что он приехал раздраженный И недовольный И моя А вы же после уже встречались Да конечно Он приехал утром И встретился с нами Днем встретился с нами Был усталый Поэтому Но У меня такое впечатление Что цели не достигнуты Что ожидалось большего Что ожидалось По-видимому ожидалось, что он в силу своего огромного опыта придавит Зеленского. Придавить, как я понимаю, не получилось. Потому что Зеленский занял... Ну, у него другого выхода не было. Его иначе снесли бы, конечно, в Киеве. Он занял достаточно твердую позицию. Прежде всего, по границе, конечно. Главный вопрос, дорогие друзья, это граница между Россией и Украиной. То есть, между Россией и Донбассом. И кто ее будет контролировать, и когда начнут ее контролировать украинские силы? До или после выборов? Вот, собственно, это главный вопрос, по которому они не сошлись. О чем бы сказали на пресс-конференции. И, судя по оценкам международным, они друг на друга и не глядели. И так поворачивались все время. Есть же язык тела, язык жестов. Нежности не было между ними. Совершенно очевидно. Корректность есть. Ну, это нормально. Корректность есть. Это нормально и хорошо. Нежности не было. И, судя по всему, президент Путин приехал недовольный. Поэтому позитивные оценки, я считаю, неадекватными в данном случае. Они договорились о чем-то, да. Они договорились по каким-то экономическим вопросам. Но они были вторичные. Они договорились по обмену всех на всех. Это очень важно. А вот непонятно, всех на всех ли они. Там есть разные взгляды. Всех как бы зафиксированных. Всех на всех. Но, естественно, это не будет все на все. Но те, кто как бы признаны официально, те будут обменены. Договорились об этом, во всяком случае. Это важно. Это важно для людей. Но в том, что касается самой ситуации, нет, не договорились. Ну и по газу вот тоже интересно было вроде как. По газу интересно. Ну Путин предложил им. Там же, напомню, идет жесткий судебный процесс, который Газпром сильно проигрывает на автогазу. На там колоссальные претензии. На многие-многие миллиарды долларов. Теперь мы пытаемся им там впихать наш газ со скидкой. Как я понимаю ситуацию, чтобы те отозвали часть требований из арбитража. Вот. Там какая-то сложная достаточно очень игра идет. И вроде как договорились, что Путин сказал за... А у нас в квартире ГАЗ. Даже шутки такие были. Да. Ну ему, кстати, сегодня... А Зеленскому ответил. А у нас газопровод. Вот. 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 Очень красиво получилось. Но, дескать, мы им предлагаем ГАЗ на 25% дешевле, чем... Или на 20%, извините, могу ошибаться, чем там мы продаем всем остальным. С каким-то дисконтом забираете. И вроде как всем выгодно. И можно прийти к некому соглашению на 10 лет. Ну да. А просто исполнять его или нет, это как показывает практика. Ну, скажем, если смотреть позитивно на эту встречу, так, оптимистичным глазом, то тогда можно сказать, что диалог начался. Диалог... Первый раз встретились, увиделись, не подрались. Значит, публично, во всяком случае. Диалог начался. Ну и слава богу. Ну, как бы у Макрона не получается закрепиться в качестве лидера европейского. Не получается. Главного европейского лидера. Ну, мы не будем сочувствовать за Макрона. Абсолютно. Он свои проблемы решит. Ну, у него был шанс, как бы, на фоне всей этой истории, таким главным европейским миротворцем. Но прорыва, друзья, скажем так, прорыва нет. Окей. Да. Николай Карлович Сванидзе в студии «Серебряного дождя». Мы ждем ваши комментарии и продолжим. Через несколько минут оставайтесь под «Серебряным дождем». Итоги недели. С Николаем Сванидзе. Так. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Далее, как я делаю, меня зовут Виктор Намботов. Николай Карлович Сванидзе. Как всегда, в пятницу с 10 до 11 я подготовил дайджест наиболее интересных проблемных событий недели для страны в целом. И Николай Карлович их комментирует. Давайте вторник, быстро. Значит, якутский шаман Габышев возобновил свой сакральный поход на Москву с целью спасения страны от злых человек Владимира Путина. Немедленно был, немедленно был зафиксирован. Снова задержан сотрудником ФСБ. Зафиксирован, да. Ну и так, там целая история, что ему инкриминируется. Да, да. Вот. Применение насилия в отношении полицейского, потому что он якобы порвал на нем одежду. Да, да. Ну что такое? Схватил за... Силы зла, которые представлены... Почему так боятся его? Что это не могут рассказать? Идет, 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 он еще два года будет. Вы знаете, это интересный вопрос. Я сам себе его задавал. У меня ответ такой. Значит, он же шаман. Значит, его имя связано с определенной мистикой. А у нас попы. А попы против мистики, они, знаете, как плотник супротив Столяра, как писал Антон Павел Чехов. Не канают. Значит, а у нас же сейчас мистицизм, он очень, как всегда, в такие смутные переходные периоды очень развит в высших эшелонах власти. И поэтому у меня такое впечатление, что его реально боятся. Вот как это не смешно, его реально боятся, потому что он шаман, идет в Кремль сносить Путина. Вот смешно-смешно, а его боятся. И потом... И боятся, что вот он придет, вот представьте, вот пришел шаман и говорит, я пришел снимать Путина. И вокруг него какие-то люди кучкаются. И черт его знает, и что с ним делать потом? Лучше на дальних подступах решить проблему. Это правда, и ведь это превращается, на самом деле... У меня несколько другая... Это такой флешмоб получается. Это ежедневный флешмоб. Да, да, да. И причем масса видео, где выходят люди, там, сотрудники придорожных кафе, заправок. Он яркий, он яркий. Убожество. Они реально... И вдруг выясняется, что не все уж так... Мне всем так нравится президент и вообще происходящее в стране. Нет, и вообще это стебо, это стебо. Да, и они все его поддерживают, кормят. И все начинают вроде робко, но подхихикывать в кулачок. А некоторые не робко. А некоторые не робко. И вот зачем это вот... А нам кузнец нужен, нам кузнец не нужен. Да, да, да. И все это, кстати, простые люди, работяги. Явно не агенты, не агенты гостей Газдепа, как мы с Гордеевым. Понимаете? Хотя у нас количество агентов увеличилось. Мы сейчас перейдем, наверное, к встрече с президентом. Вот как раз ровно мы во вторнике, как раз мы к ней переходим. Агентов-то много. Значит, я, честно говоря, как раз взял только комментарий выбору Путина в ответ на, собственно, ваше выступление, Николай Николаевич, кусочек из него, да, по поводу московского дела и нового величия и фигурантов, так сказать, именно самого московского дела. Он реагировал на три выступления. Он реагировал, помимо его, он реагировал на, прежде всего, на первое же выступление Генрия Марковича Резника, очень яркое. Да. И тоже на очень яркое выступление Александра Николаевича Сокурова. Сокурова, да. Значит, по вашему части он сказал следующее. Бросил пластиковый стаканчик, ничего, потом пластиковую бутылку, опять ничего. Потом уже бросит стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможностями доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело назидательно заявил глава государства. Ну, эта позиция, прямо скажем, не юридическая, конечно, потому что сначала, сначала сегодня носит Adidas, а завтра Родину продаст. Это нам известная позиция, что сегодня бросился бумажным стаканчиком, а завтра испремет он сейчас стрелять. Как сказали наши слушатели, комментируя, как раз вот это высказывание, вот так на глазах у изумленной публики пластиковый стаканчик превращается в пулю. Превращается в гранату, по-моему, в гранату он превратился, да. Но это не имеет отношения совершенно к тому. Ну, ходите как в Париже, это все логика известная. Это все логика, ходите как в Париже. Эта логика присутствовала у него постоянно, про Париж. Потом у него был такой пассаж в разговоре со мной, совершенно, на мой взгляд, конечно, очень экзотичный. Он сказал, что своими глазами видел, сказал президент. В Соединенных Штатах останавливает полицейский женщину, она убегает. Он вместо того, чтобы ее догнать, он в нее бах-бах стреляет из пистолета. И его судили? Нет. И ничего ему за это не было. Это есть все в распечатке, вы это можете почитать, так сказать, и легко проверить мои слова, я пересказываю очень близко к тексту. Своими глазами видел, сказал президент. Вот где он это видел? Какое-то кино, по-видимому, что что-то ему было показано. Ну, проблема с неправомощным применением насилия. Иногда в Соединенных Штатах существует. Я вообще не понимаю, при чем здесь Соединенные Штаты. Несомненно. Потому что при чем здесь Соединенные Штаты? Почему он видел это своими глазами? Вот все это, кстати, я повторю еще раз, очень... Вот я употреблю слово экзотично. Я употреблю слово экзотично. Какое отношение имеет стрельба даже по женщине полицейской в Соединенных Штатах к нашим проблемам с правами человека? Я тоже... Вот смотрите, объясните, пожалуйста. Я думаю, что любой думающий хотя бы чуть-чуть человек задает себе вопрос разрыва риторического. А Пуптин — это пустая риторика. Пустая. Надо читать между сроками. Нет, разумеется. У нас всегда вообще то, что говорит начальник. Начальник нужно читать между сроками. Ну, потому что это потоки... Для меня это потоки строк. Я не то, что... Я к нему... У меня своеобразное отношение. Нет, дело абсолютно не... Как разорвать риторический круг? Когда вы в ответ на это говорите... Ну, ведь вы поймите, что люди, которые вот там... Случайно там стаканчик или схватили за запястье, чтобы полицейский не избивал, то есть совершал право нарушения. Мы с ним, знаете, мы с ним говорили, как... Вот знаете, как в опере. Каждый поет свою арию. Поют рядом, говорят. Один свое, другой свое. Он говорил, что нельзя избивать полицейского, а я говорил, что нельзя избивать женщин. Женщин, да. И почему, если нельзя избивать полицейских, но нужно стоять у женщины на волосах, вот это вот как раз я не смог... Это один вопрос. Я не смог от президента добиться. А второй следующее... И бить ее в живот кулаком. Ну, вы говорите, но ведь люди выходят на улицу не просто так. Потому что колоссальное количество нарушений, фальсификаций на выборах и так далее, они выходят не потому, что им хочется или делать нечего, а потому что они против этого протестуют. И это вызывает целую цепочку чудовищных событий во внутренней жизни. Я честно... На что он говорит, не нравится, обращайтесь в суд. И вот тут... Да, и что ты можешь возразить? Да, но мы знаем, как работают наши суды. И вот тут вот возникает вот этот круг. Есть еще один момент, который был... Ну, тут можно долго обсуждать вот эту встречу. Она очень показательна во многом, эта встреча, которая была во вторник. Я хотел, чтобы получил слово, скажем, мой коллега замечательный Леонид Никитинский, Леонид Васильевич из «Новой газеты». Он замечательный не только журналист, но и юрист. Он должен был выступить о проблеме судов. Не дали слова. Я хотел, чтобы выступил Игорь Александрович Каляпин, который о проблеме пыток. Не дали слова. Не дали слова. Вот со словом не дошло. И это тоже очень показательно. По-видимому, я думаю, что... Может быть, это объясняется техническими причинами. Там было занято время какими-то другими выступлениями. А может быть, это связано с тем, что президент не хочет слышать монологов достаточно профессиональных на эти темы. Скажите, ему был вообще интересен этот разговор. Он же играет судьбами мира. Ну, думает, что так. Относительно. Не все. Его лицо пока что-то ковыряет, смотрит в небо. Нет, вы знаете, вот интересно. Когда, скажем, я ему рекомендовал распорядиться, чтобы мы положили на стол текст последнего слова Егора Жукова, потом, кстати, я прочитал, что ему будет положен на стол этот текст. Песков это сказал. Он что-то... Я думал, что он на меня посмотрит своими ироническими глазами. А он что-то стал себе записывать. По-видимому, он впервые услышал эту фамилию Егора Жукова. И он что-то стал себе записывать карандашиком на бумажке. А может быть, дать ему просто две ссылки в интернете? Уже есть интернет-компьютер? Он не читает интернет. Просто две-три ссылки на три ресурса. Он не работает с интернетом. Вы кому будете давать ссылки? Вы будете давать ссылки там Бортникову, руководителю ФСБ, который к нему заходит с папкой утром? Ему? Ему он этого не увидит. Но он же тоже хочет, наверное, как... Все-таки он же понимает, что нельзя быть полностью зависимым от окружения. Не знаю. Или у него уже нет сил и париться об этом. Виктор, я не знаю. Но в любом случае, это вы напишите Бортникову, а не ему. А что ему занесет Бортников, это одному богу, я думаю. Условный Бортников. А может быть, и безусловный. Не знаю. Он читает папки, которые ему заносят утром. Все, он не работает с интернетом. Поэтому он заранее убежден в каких-то вещах. По новому величию. Он был убежден все равно, что они радикалы-экстремисты. По Львову Александровичу Пономареву, старейшему правозащитнику в нашей стране. Абсолютно бессерия, святой человек. Просто святой человек. Да. Он был упрежден, что он, назовем вещи своими именами, японский шпион. Потому что он все время говорил, он несколько раз повторил, что он разделяет позицию Соединенных Штатов по Крыму, но в своем праве. Банда, какую позицию кто разделяет. Причем здесь это? И что, самое главное, что он договаривался с японским правительством о том, что он будет посредником при передаче Курил. Где Пономарев, где Курилы? Какой посредник? Это он сказал, Путин. Ну, сказал он это. Сказал, ну, посмотрите распечатку. Несчастный старик из правозащитник. Нет, он не несчастный старик, он замечательный человек. Нет, это я на него не отметил. Вполне себе, но по возрасту он пожилой человек. Пожилой человек. Но он не несчастный старик, я с этим определил. Да, хорошо, некорректно. Дело не в этом. А дело в том, что, при чем здесь Япония? Какая Япония? Вот уж где экзотика, так экзотика. Кто ему это сказал? Как может вообще вы, я, Пономарев, Даша, кто угодно, как может договариваться с японским правительством о передаче островов? Ну, что это такое? Ну, ну... Нет, ну, это же, это на самом деле, вот это очень пугает. Это же формирует мироощущение самовылиятельного человека. Любой из наших радиослушателей может договариваться с Японией о передаче островов. Ровно тем же успехом. Ровно. Нет, 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 нет. Я договариваюсь сейчас с корейцами о продаже наших лесов. О продаже наших лесов. Успех. Боним лес в Корее. Успех. Поделитесь, если что. Есть. Вы в доле, Николай. По-товарищески, по-товарищески, ладно? На самом деле, то, что вы сейчас сказали, это просто чудо. Нет, слушай, я сказал. Это все произнесено было не мною, а президентом. Это все распечатано. Знакомьтесь. На сайте СПЧ, на сайте Кремля. Эти тексты, эти тексты висят. Они есть. Окей, поехали в среду. Замечательная история. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в среду признал ошибкой сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил малазийский «Боинг» на Габасе в 2014 году. Об этом Эрнст рассказал личное издание «The New Yorker». Когда я спросил Эрнсту, почему его канал озвучил нечто настолько легко опровергаемое, а не только его, это вообще была версия именно обороны, одна из, которые озвучивались, я напоминаю. То Эрнст ответил, что это простая ошибка. Да, мы люди, мы допустили ошибку, но ненарочно, написал автор материала Джошуа Яффа. Комментируя слова Эрнста, автор программы «Однако», Михаил Леонтьев, «Однако» тоже выходит на Первом канале, напротив, заявил изданию подъема, что сюжет изначально вообще задумывался как интеллектуальная провокация. Это так теперь называется. Никаких утверждений, что то, что мы говорим правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка, в сюжете нигде не сказано, что мы считаем это доказательством, заявил телеведущий, добавив, что не считает сюжет ошибкой, и то, что сейчас происходит, доказало, что я был прав. Цитата по Леонтьеву. Роскошно. Пресс-секретарь Медведева вообще заявил, что ошибка в телесюжете вовсе не подрывает доверие государственному каналу. В основном, вокруг столь резонансных тем важно давать всю палитру версии, а не одну. Укрепляет доверие. Как предпочитают делать многие западные каналы. Какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными, поэтому на определенном этапе это вполне может быть, заявил Леско. Черное это белое, хлеб это мясо. Гениально. И это только укрепляет доверие. И укрепляет доверие. Замечательно. То есть сосед Вася убил и изнасиловал собственную бабушку. Это интеллектуальная провокация. Да. Причем по всем каналам она шла на самом деле. Роскошь, роскошь, конечно. Нет, ну... И потом так же быстро была забыта, когда было понятно, что провокация не удалась. Эрнст, слава богу, признал, что это была ошибка. Это уже немало в наших... Опровержение должно быть. Ну, хотя бы сказал. Это уже в наших опровержениях вы не дождетесь. Но хотя бы сказал, урально, так сказать. Это уже дорогого стоит. У нас обычно такого рода интеллектуальные провокации, они как были, так сказать, реализованы, так и идут дальше. И никто... Ну вот, пожалуйста, Леонтьев же не признался. Он сказал, да, сказали и правильно сделали. А эти все сами козлы пошел в своей манере. Ну, понятно, да. При всем нашем уважении. При всем нашем... Да нет, даже про уважение не скажу. Такой вид публичной риторики, это называется гиперболизация, доведение до абсурда. И к тому же обрамленное общим хамством. Это сейчас модно, это в тренде. Посмотрите общественно-политические программы. Сейчас друг другу хамят, ругаются, только что не матом. Выгоняют друг друга из студии, бьют по морде. Это как бы... Это нравится людям. 730-101, плюс 7903, 797-6333. Николай Карлович Сванидзе в студии «Серебряного дождя». Мы скоро продолжим. Итоги недели с Николаем Сванидзе. Вы представляете себе, ребята? Извините, Николай, кажется, что я немножко беру себе слово. Это ведь потом господин Леонтьев, когда все перевернется с ног на голову, ну, точнее, наоборот, с головы на ноги встанет, и вдруг черное окажется белым, а белое черным. Ведь они будут нам рассказать, вы знаете, все, что вы последние 10 лет видели по центральным телеканалам. Это интеллектуальная провокация. Да, конечно, про радостных пенсионеров, про прекрасную жизнь, про растущее благосостояние в стране. Это все было... Конечно, они скажут, как же, вы же живели, вы же сами видели, как все фигово, и как все хуже и хуже становилось. Мы, конечно, мы просто вас провоцировали. Это была интеллектуальная провокация. Чего не скажешь в шутейном разговоре? Конечно, наши спортсмены жрут допинг, и, конечно, у нас госсистема была сокрытие проб. Конечно, мы не говорили об этом, мы предварили другие версии. Это была интеллектуальная провокация. Конечно, зеленые человечки, это сотрудники российских спецслужб в Крыму. Мы говорили, что это просто добровольцы, и они в отпуск туда ездят, на Донбасс, например. А вы верили. И тогда вы верили. Ну что же, вы наимные люди, вы же живете. Мы же рассказывали, что у нас дороги везде сделаны. Это гениальная отмазка. По телевизору. Но вы же живете, вы же знаете, что вас асфальт украли не американцы. Мы просто... Это интеллектуальная провокация. Это афонареть вообще, ребята, можно. Какая интеллектуальная провокация. 10 лет жизни нашей с вами. Минимум. Да, Николай Иванович? Ну, больше. Уже, наверное, больше. Наши слушатели реагируют, пишут, так, вы когда там курилы делись будете, вы не могли бы лично мне отдать пельмин? Вы вдоль не переживаете. Да, да, да. И пишут, ребят, ну хоть капельку соврите, а то слушать жутковато. Ну, ребят, все читайте. Это не к нам. Вы, в отличие от президента, можете себе позволить читать интернет. Считайте это интеллектуальной провокацией. Считайте это интеллектуальной провокацией. С нашей стороны. Так, Николай Иванович, что еще хотелось с вами обсудить? А, вот это любопытная история. Даже не знаю. Несколько минут у нас на нее буквально. Значит, ну очередные, давайте, черт его знает, давайте так быстро. Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил о присутствии в Ливии наемников ЧВК Вагнера и о готовности ввести Турцию в эту страну турецкие войска по запросу ливийского правительства национального согласия. Вы знаете, что у России есть компания Вагнер. Россия отправила в Ливию эти силы безопасности. Если Ливия направит нам такой запрос, мы, особенно после заключения договора о военной безопасности, можем направить достаточное количество наших частей туда для поддержки правительства. А мы поддерживаем фельдмаршала Хафтара, я напоминаю, который с правительством ливийским воюет. И вот тут вообще потрясающая история замучивается. Что мы вроде как туркам поставляем С-400, при этом они вроде как сбили наш самолет, погиб пилот, а теперь мы еще... После этого замерились. Ну да, замерились. Ну так теперь мы, оказывается, в Ливии будем друг с другом воевать. Ну воевать мы не будем. Ну условно. Но, конечно, это финты Эрдогана вполне очевидные. Потрясающе. На всех досках. Он мне напоминает немножко здесь, знаете кого? Лукашенко. Вот да что родственные все-таки, родственные эти вот фигуры. Он еще кое-кого напоминает. Ну ладно, значит. Но Трампа. Трампа, скажем так. Да. Очень родственные. Вот он финтит и действительно играет сразу на нескольких досках. Он и с Путиным дружит. И против Путина дружит. Он и с НАТО не хочет ссориться. Действительно, с тем же Трампом. Он с Путиным вроде почти братается. Только когда надо. А после этого говорит про чувака Вагнера. Правду говорит, кстати. Правду. Есть чувака Вагнера. Есть. Он об этом говорит. Конечно, очень большой финтарь такой. Просто вот замечательно. Да и С-400 он наши купил. Не потому, что они действительно классные комплексы. Не потому, что они такие хорошие. Это говорит о том, что все наши какие-то такие благозвучные надежды на то, что вот у нас есть чуть ли не свой человек. Да нет. Нами пользуются, конечно. Да, разумеется. Что Эрдоган наш. Вот именно. Как раз хотел сказать. Что Эрдоган наш. Что китайцы наши. Да какие наши. Как говорится в старой русской присказке, свои под рубашкой бегают. А это остальные все чужие. Николай Карлович, спасибо большое. Спасибо. Николай Карлович, спасибо большое. Ребята, извините, пожалуйста, может быть не подняли вам настроение на нужную высоту этим прекрасным пятничным. Скоро Новый год, настроение будет поднято. И пятница сегодня. И сегодня пятница, да. Пойдем поедим мандаринчиков. Давайте по мандаринчику вдарим, вдарим, да. Николай Карлович Сванец был в студии Серебряного Дождя.